МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Три палатки, двухъярусные кровати на 60 человек, одела подушки, матрасы, постельное белье, одноразовую посуду, тепловые пушки, генераторы для того, чтобы отапливать эти палатки. Всю зиму в палатках было 22-25 градусов, не ниже. Очень тепло было в палатках. Каждую неделю мы сдавали в прачечное белье, срочно, все утром сдали и вечером получили. Кормление у нас было по проекту один раз в день, это вечером. Мы умудрялись кормить их два раза в день, потому что помогали нам еще население и люди, и мы могли на заток или кашу сделать, или просто бутерброд со сладким чаем. Проживало у нас 60 человек, мужчины и женщины в отдельной палатке. Были волонтеры, которые дежурили там круглосуточно, администраторы. Но помимо того, что в проекте не было предусмотрено ни к датилоскопии, ни забор крови, ни флюорографии, мы с вами как бы подошли к этому, к этим проблемам. Ну, если подходит слово такое творческий, то и творчески мы, значит, творчески мы подошли к решению этих проблем. Договаривались мы с УВД, нам очень помогли. Каждые две недели делали датилоскопию присутствующих жильцов. Это, значит, отпечатки пальцев, фотографии, и пробивали их гражданин и не гражданин России. Может, он скрывается от закона. Я же тоже не могу знать и не хотела создавать опасность для окружающих в палатке и вообще для Ярославля. Делали забор крови тоже так же дважды. Каждые две недели забор крови. Никогда нам скорая помощь не отказала. Если было необходимость, они ложили в больницу. Работали мы также с центром занятости. Мы мобильной машин, приезжал к нам, разговаривала с людьми, предлагала работу. И многие записались, многие где-то отустроились на работу. Мы договаривались так, с центром занятости, чтобы подходит к работе именно с жильем. Потому что основная проблема – это жилье, естественно. Проживали у нас там старики из частного сектора, потому что в зиму в жилых помещениях у них было холодно, а пенсии недостаточно для того, чтобы сами прокормиться и протопить свои жилища. Они шли ночевать на вокзал, а с вокзала уже полиция проводила к нам. Много людей, которые попали к нам после амнистии, которые вышли без паспорта, только со справкой об освобождении. А сами понимают, что такое справка об освобождении. Это значит, квартиру не снимет, работу не найдет, кушать нечего. А люди такие, которые находятся в таком отчаянном состоянии, они могут опять-то возвращаться по кругу, опять туда, откуда они вышли. Вы знаете, мы с ними проводили такие занятия психологические, приглашали художника Риотова Владимира Михайловича. Он с ними рисовал, знаете, ну и рисунки у каждого, свои индивидуальные, как бы, где-то темная сторона выходила, где-то, знаете, это солнышко, значит, не все потеря, но в их жизни. Потом психолог писал с ними, ну я вместе с ними работала, писать сочинения, как в школе. Как я вижу в их завтрашний день. У многих, знаете, в сочинении было столько надежды, что они готовы начать жизнь с нового листа, хотя ему и за 40, представляете? Как прочитал глава Кировской администрации предписание от Кировской прокуратуры, там было написано так, что мы создали санитарно-эпидемиологическую обстановку, якобы, и что-то связанное с терроризмом. Знаете, когда прочитали слово терроризм, я поняла, что бороться с этим, ну просто... У меня нет вас, но я слабая, не молодая женщина. И, знаете, я поверила, что мне это могут просто приписать и терроризм, и все, что хотите. В четверг я людям ничего не сказала, жильцам палаток. Ну, пускай спокойно выспятся, позавтракают. А после завтрака я объявлю, что все, ребята, простите меня, пожалуйста. Что, что я смогла, я для вас сделала. Все остальное – вопросы к прокуратуре, к мэру, к губернатору. Потому что вы не мои родственники, не близкие мне люди, не знакомые. Я просто старалась вам помочь, дать шанс выжить сегодня. Это при том, что деньги, которые выделил президентский фонд, фонд президента, он предусматривал, знаете, деньги были вложены для сохранения их жизни и здоровья. И в каких-то 10 дней, 15 дней, вот чтобы угробить то, что миллион был вложен, да, и вот за 10-15 дней все это, знаете, ну, как бы спустить. Ну, то я считаю, что это неразумно. Да, я понимаю, что нарушил закон, что я уже палашный городок содержала, как бы, знаешь, вне закона. Ну, всегда, знаете, когда человек хочет услышать, он может понять, что это живые люди. Меня не услышали. И вот в пятницу утром мы их покормили, но все уже разошлись, там осталось 3-4 человека, там вот дежуры по палаткам, те, которые, ну, должны были помогать там, собрать там вещи, все такое прочее. Забегают мужчины, говорят, там, говорит, двое наших, говорит, повесились. Они, говорит, еще бьются. Я оттуда рванула, естественно. Это страшно. Ну, мы их сняли, все это, перезали веревки. Это немолодые люди уже. Я говорю, что же вы нас делали? Она говорит, больше некуда идти. Мы не хотим так жить на улице. Ну, мы их откачали, наполели чаем, до обед их продержала, чтобы немножко не успокоились. Сама, конечно, и в люриатке напилась, и все такого вот. Боялась вызвать скорую помощь, потому что они понимают, они сказали, что только скорую помощь не вызывают, потому что нас положат в психушку. И полицию, потому что полиция вызывает, и прокуратура. Это значит, меня опять-таки повесить еще какой термой. Понимаете, что я довела до самоубийства. Я, братец Кничао, экзамыра, что нашла площади для того, чтобы этих людей перевезти в приют, как бы, в стационарное здание. Возможности есть, и нам Москва еще деньги подкинула. Вот сегодня, я знаю, нам подписаны дополнительные соглашения с фондом президента, мне еще почистый лимон выделяют. У меня есть возможность для того, чтобы оплатить ЖКХ, для того, чтобы дать возможность людям найти себя, в конце концов, потому что много было на них потрачено и здоровья, моего личного, финансов. Нам отказали. Да, отказали. Я говорю, ну хорошо, не в этом помещении. Дайте любое другое помещение. Вот хотя бы для экспериментальной группы. Я даже нашла уже более такое большое, ну, большие площади. Перед этим я переговорилась в епархии. И они меня поддержали. На той площади, на тех площадях два корпуса есть. В одном из корпусов мы хотим сделать хоспис, а в другом, там, где они проживали. На этой территории есть кухня-столовая, прачечная, баня прачечная, гараж для машины, там много земли. И когда я рассказала своим жителям городка, что возможно, я говорю, может, у нас получится. Если Бог даст, говорю, что получится, я верю, что у нас получится, что нам дадут эти земли, это помещение. Они так загорелись. Мы будем и кроликов выращивать, и там, и птицу, и какие-то страусы, в которые приходят, приносят доход, понимаете. Картошку, морковку сажать, все, что мы можем, сами себя обеспечить. Мало того, говорит, мы можем ведь помогать другим детским домам, детским садам. Просто бесплатно отдавать, не просто продавать, а просто передавать бесплатно, потому что мы знаем, что это такое. Сейчас вот городок закрыли мы, в понедельник мы последние палатки вывезли. И вот я подумала, ну, нужно организовать экспериментальную группу просто для тех людей, которые хотят возвратиться в социум. Нам много, конечно, я не расчетую, когда много, это, значит, у семени они дитя без глаза. Я выбрала шесть человек для того, чтобы вот показать тем, кто остался на улице, или те, которые потом придут. Ну, и для этих людей, ну, и для чиновников, естественно, что эти люди не совсем потерянны. Они могут принести еще много пользы обществу. Это будет еще и избиратели. Там и хороший газосфальщик, там и водители, высокая, какая последняя сам вот у водителей там категория, он сам, который карус вводит, вот такая категория есть, есть компьютерщики, строители. Вот они готовы, знаете, вот принести свой труд в пользу для города. Вот как не порадоваться. Вот, честно, вот у меня душа, знаете, от этого, как бы порхает. Ну, не знаю, вот так. Ну, хорошо, но, вообще, что вот я могла что-то донести до этих людей. Они поняли, что они могут потом снимать свое жилье, жениться. Знаете, ну, просто возвратиться в жизнь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова